Мы хотели, чтобы объединилось сообщество людей под одним знаком и для этого мы проводили общественный конкурс на создание логотипа. То есть это выражение мнения большинства людей. Мне нравятся такие проекты и мне кажется, они действительно могут принести какую-то пользу. То есть это не дизайнер дизайна, а это вещь, которая будет работать и которая будет помогать людям. Мы на трех площадках собирали работы. Это Revision.ru, Behance.ru и Freelance.ru. Три сайта. Собственно, с них мы собрали более 200 работ участников в этом конкурсе и жюри, честно говоря, было много баталий. Жюри оглашало разные мнения. Даже жюри, более того, в несколько этапов выбирало участников, победителей. И в конце все сошлись на одном варианте, который стал победителем. В общем, этим знаком, во-первых, он очень просто в использовании и каждый человек может его наносить и обводить эти глупости, присылать. И он может охватывать любые предметы, любые объекты. Можно очень просто изготовить трафареты, которыми люди сами будут показывать эти глупости. Он будет хорошо смотреться в офлайн-среде, то есть на улицах, на билбордах, на, возможно, зданиях и на самих чиновничьих глупостях. То есть у этого знака большое, большая площадь, ну, большое пространство для использования. Было довольно представительное жюри конкурса, состоящее из профессиональных дизайнеров, арт-директоров и так далее. Мне обходила и Рижет, Ирина Молошина, это арт-директор, а Фишер Амблер, это Михаил Жашков, директор студии и основатель Portotype.ru. Это Андрей Класс, основатель проекта Revision и главный, назовем так, арт-директор портала НТВ.ru. Это Валерий Феронов, у него своя студия Ferron.ru. Ну, и я Артем Геллер. Все было по-честному, вот мой приз. Я очень доволен. И если будет еще что-то такое в будущем, я обязательно буду участвовать.